Итак, уважаемые слушатели, которые дошли в субботу до неморфологии человека, я сегодня расскажу про эволюцию мозга человека. Это всегда забавно, потому что очень много людей сейчас, особенно популяризаторы от религиозных организаций, еще хуже от психологических, еще хуже от антропологических, которые погружены в набор таких иллюзий, которые существуют десятилетиями, а некоторые столетиями. Они, так сказать, заморачивают голову, что иногда приводит к очень печальным последствиям. То есть они пытаются заменить позитивное знание, которое существует, на некий набор духовных, религиозных или социальных иллюзий. На самом деле никаких проблем нет, никаких провалов эволюции не существует. Она очень подробно исследована, и знание о мозге, оно, к нашему несчастью, не предполагает никаких мистических объяснений. Все началось довольно давно, то есть формально, около 65 миллионов лет назад, когда наши далекие предки были похожи на небольших крысюков, которые вели полуподземный образ жизни, активно были ночью. За это мы расплачиваемся, в том числе по медицинской части. А именно, проблема в том, что мы тогда почти утрачили зрение начистое, и у нас осталось только сумеречное зрение. И наше зрение по этой причине возникло вторично. Поэтому оно по сравнению с орлами, по сравнению с птицами и даже рептилиями низшими, оно намного хуже, чем то зрение, которым мы могли бы обладать, не было бы истории 65 миллионов летней давности. Но, собственно говоря, человеческий путь, он начался с таких вот небольших существ, с таких вот скелетов, их найдено довольно много. Это проплеопитейки. Здесь в данном случае реконструкция черепа. Маленькие существа, значит, где-то в районе 15 килограмм, похожие на современных мартышек. Ну и мозги соответствующие. Ещё здесь мозг вписан в череп, реконструкция. Я её в своё время делал по многочисленным остаткам отливов этих существ. Им где-то 26-28 миллионов лет. То есть вот с такого убогого начала и началась человеческая история. Она длилась, как вы понимаете, довольно долго. До бипедальности ещё было почти 25 миллионов лет. Это всё происходило на уровне приматов. И кончилась вот нами, в данном случае, здесь как раз девица пониженной социальной ответственности, умершая от излишеств. Но, тем не менее, её мозг просто в хорошей сохранности. Обычно у пожилых людей мозг существенно уменьшается. После 50 лет за каждые следующие 10 лет 30 грамм. Так что легчает. Почему? За счёт смерти нейронов, особенно для тех, кто головой не пользуется. Поэтому пользуйтесь. Иначе, несмотря на крепкое физическое здоровье, голова может отсутствовать. Что мы часто и сталкиваемся, чем у спортсменов. При этом у нас на сегодняшний день каковы параметры человеческие? Ну вот, от 670 до 2400 грамм – это обыватели. То есть, те, кто населяет эту планету, и 670 грамм – это не то, что какой-то там убогий гражданин. Нет, это член английского парламента. Это нормально. Ну, в парламенте, как вы понимаете, этого достаточно в английском. Но вот есть патологические ситуации. Здесь от 240 грамм до 2800. Ну и у гениев. Гениев не встречают в больших диапазонах. Это 1000 грамм. И на другом конце 2 с небольшим килограммом. При этом никаких странностей, никаких сверхъестественных приобретений в мозге человечества нет. Если мы даже посмотрим на современных детёнышей и сравним их, например, с проконсулом, которого только что видели, то выяснится, что даже затылочные области, те самые, которыми мы воспринимаем мир, то есть наше зрение, они, в общем-то, похожи. И детёныши в 26-28 недель имеют все те же признаки, что и ранние, с небольшим количеством борозд и зилен, проконсулы. А если посмотреть на то, с чем мы сталкиваемся, то вы увидите вот такую картинку. Австралопитек, с которого всё началось. Почему всё началось с него? Не потому, что он такой сладкий и хороший, а потому, что на выбросах вулканов на пепле найдены многочисленные следовые дорожки, по которым, как вы знаете, опытный Шарлок Холмс может определить рост, вес и, так сказать, о подлине шага и другие особенности. Оставлено много дорожек. Эти дорожки исследованы, и таким образом это не умозрение, а прямое доказательство бипедальности наших австралопитек. Мозг у них, небось, весь какой, 450 грамм. У шимпанзе, у современного, 379, но это в среднем бывает и 450. То есть практически это такой шимпанзе, которая ходила на двух ногах. Современный социальный микроцефал, там много микроцефалий, три вида патологии. Одна из них микроцефалия вера, когда генетических изменений нет, а мозг маленький вот такой. 385 грамм. Ну и взрослого человека, 1380, современного. При этом эти мозги, несмотря на все эти разницы в размерах, они все рабочие. У микроцефала, у взрослого человека это всё непосредственно связано с социальным поведением. При этом эволюция шла не только по размерам мозга, она шла и по устройству неокортекса. Неокортекс это то, чем покрыты наши мозги, с бороздами и извильными. Вот реальное соотношение размеров. Здесь номера полей и самое главное, то, чем считают психологи наивно, думают люди, это лобные области. На самом деле ассоциативные центры это всего лишь 47-е поле, 48-е поле и десятка. То есть на самом деле для мышления в лобной области у нас очень мало. А вот это письмо, слежение за предметами и прочее, прочее. При этом, как я вам сказал, эволюция шла не только по размерам мозга, но и по конструкции. Обратите внимание на плотности клеточных элементов в коре. Понятно, что от мака кирезус, гиббона и шимпанзе у человека самая сложная конструкция. При этом нейроны располагаются намного плотнее. Как же произошло это несчастье, что мы стали, собственно говоря, на две ноги? Дело в том, что всегда вопрос сводится к еде. А что будем есть? Это главное. И вот питание является ключом для биологических адаптаций эволюции мозга. И всё было замечательно. Вот реконструкция австралопитека реальная. По вот этому черепу, как видите, челюстной аппарат, такой же, как у нас, только челюсть чуть-чуть сведена, они раздвинуты. И вот эти 450 грамм в таком черепе, они, как известно, видите, кончаются вот такой структурой. И они стали бипедальными не от того, что они пошли в поля за корешками, это идиотизм. Потому что, сами понимаете, кто же откажется от хорошего, богатого леса, чтобы пойти ковырять корешки, где их легко могут поймать любые хищники. Ну, есть такие представления, связанные с трудовой теорией происхождения человека. Но поскольку Маркс там сам в человека так и не превратился, с этим трудно согласиться. Значит, как всё это происходило? Если посмотреть на западные исследования, то смысл их в том, что они выстраивают такие прямые, которые на самом деле кривые. И сейчас найдено огромное количество вариантов, когда масса мозга здесь объём, то есть считайте, умножайте 1,08, а здесь время в миллионах лет. На самом деле вся эта история от австралопитеков до нас длится 4,5 миллиона лет, и дало огромное количество разнообразных вариантов. Причём парантропусы – это те, которые питался австралопитеками. Когда еда закончилась, они стали охотиться на тем, что проще, то есть на своих ближайших родственников. Почему? Потому что еда основная располагалась в Восточной Африке. Это довольно простые были полузаболоченные места, если вы бывали на Цейлоне, там как раз то же самое. Мелководные болота, в которых огромное количество различной органики, короче говоря, чёрная и красная икра в всяких вариантах. На фрукты замечательные, сладкие, которые сядут на деревьях, на всём этом паразитируют птицы, это значит белок, яйца. То есть если вас кормить икрой, и разнообразными кумкватами, и агавами, всякими, то вы тоже, у вас зубы не будут нужны, как и у австралопитеков. Поваров-то китайцев не было, а зубы уже были, как у нас, даже с кариесом. Это очень и очень печально. Так вот, в изобилии пищи, оно требовало только одного – заходить поглубже в воду. Для того, чтобы заходить поглубже в воду, нужно ходить на двух ногах. Современные приматы делают то же самое в тех условиях, когда у них пища располагается в воде. Вот с этого всё и началось. Они прожили почти 10 миллионов лет в райских условиях. Именно поэтому во всех религиях мира есть такое нежное воспоминание о рае. Конечно, никакая ни Адам и Ева, ни прочие все эти глупости, это высокодуховные, не имеют отношения. Но наши предки 10 миллионов лет сидели в условиях практического райского снабжения пищи. Результат – зубы стали как у нас, бипедальность возникла, у женщин прекратились годичные половые циклы, то есть готовы размножаться в любое время дня и ночи, было бы желание. То есть перешли на месячные. То есть это тоже плоды тех 10 миллионов лет адаптивной эволюции в избытках пищи. Можно ли представить, как эти творюшки, австралопитеки, их ближайшие родственники, чего не могли, чего не могли? Вот тут австралопитек, человек умелый и человек выпрямленный. А здесь милые нашему сердцу современники, но идиоты с микроцефалией, верой и масса мозга, их здесь рядом написано. Что же они могут? Вот видите, этот красавец из Швеции. Значит, 385 грамм, он вполне был адекватен, работы Карла Фохта этому посвящены были. И при таком небольшом мозге он вполне, вот его, мозг, извлеченный после смерти, мог вести вполне социальную жизнь. Он там был пастухом, шутил, курил, выпивал, в общем, все, что положено нормальному человеку. То есть, приехав в какую-нибудь глубинку, вы не очень-то его отличите от тамошних обитателей. И таких людей было много. Здесь как раз приведены нижние границы, ниже 550 грамм. И все эти люди в той или иной степени обладали способностями вести социальную жизнь. То есть, уж 450 грамм для Австралопитека этого было вполне достаточно для того, чтобы не просто коммуницировать, обладать речью, но и создавать кое-какие орудия. Они есть, есть. Это так называемые сколы, чоперы. Они найдены по всему миру. Там, где хотя бы появились эректусы когда-то, это намного, конечно, позднее. Мозг-то у них побольше. Но, тем не менее, это уже орудийная деятельность. Использовали огонь? Да, использовали. Уже начиная через миллион-полтора миллиона лет наши предки, имеется в виду человек умелый и эректус, они уже стали впоследствии использовать в том числе и огонь. Связано это как-то с мозгом? Да, конечно, связано. Вот, посмотрите, динамика изменения объема мозга после того, как австралопитеки уступили уже нашим предшественникам, гомоэректусу, 955 грамм поначалу, потом, спустя полмиллиона лет, подрос мозг, потом достиг килограмма, и в конце концов потомки эректуса салоэнсис, но это одна из боковых ветвьй, достигли практически мозга наших современников. Современный мозг африканцев в основном составляет 1200 грамм. Примерно такая же история была и с гильдеберским человеком, который вообще завершил практически эволюцию мозга, достигнув 1312 грамм. Сегодня и в среднем по планете мозг весит 1320 грамм. Это средняя величина. Ну и в конце концов, если мы обратимся к чистой фактологии, без всяких фантазий, и посмотрим, как это могло произойти, за счёт чего увеличивался мозг, то мы увидим очень интересную вещь. Если зона зарождения, и в зоне зарождения у нас масса мозга очень невелика, то есть где-то в районе 800 грамм, они стали расселяться, расселяться по всей планете, и вот пути миграции, собственно говоря, здесь показаны. На них отмечены точками массовые находки. Это не единичные случаи. Я даже не буду обсуждать никакого алтайского человека. Там обсуждать нечего, поскольку только фрагменты с очень сомнительными генетическими исследованиями. Мы будем обсуждать то, от кого остались черепа. А черепа остались вот от всех, кто здесь перечислен. И смысл, не вдаваясь в детали, стоит в том, что каждый раз при переходе к новому месту обитания у нас почему-то увеличивался мозг. Возникает вопрос, а почему? С какой стати? Ну, сидели по ней, сидели в хорошем месте. Во-первых, почему начали разбредаться? По очень простой причине. Еда кончилась. Геологию мы управлять не можем, и поэтому пища калорийная, то есть икра, фрукты, яйца, они закончились. И наши предки стали расползаться по планете, причем и на юг Африки, и на запад Африки, и в Азию, и в Европу, то есть на Кавказ. И расползаясь, почему-то все время увеличивали размер своего мозга. Что случилось-то? Оказывается, если посмотреть в динамике, что происходило в местах, куда они переселялись, то выяснится, что в процессе миграции почему-то уходили из зон обитания наиболее головастые. Потом они находили хорошие места обитания, и там жили спокойно. Потом опять те, кто с мозгом покрупнее, как видите, здесь увеличение размеров мозга, а здесь временная шкала, мигрировали опять. Мигрировали, и как только находили хорошие места, мозг переставал увеличиваться. Ну, я думаю, что вы понимаете, что если перекармливать ребенка, и ничего с него не требовать, ждать от него интеллектуальных усилий не приходится. И так это продолжалось довольно долго. Много было зон миграции. То, что вот на предыдущем слайде было отмечено точками, возникает вопрос, а как же это происходило? И почему оседлые формы очень часто вымирали, а те, которые оставались в одном и том же месте, никак по размеру мозга не увеличились? По очень простой причине. Вы знаете прекрасно, все в школе учились, некоторые даже в институте, что люди с особенностями, имеется в виду не идиоты, не дети индига, а те, кто поумней и те, кто посообразительней, всегда раздражают и преподавателей, да и своих однокашников. С чего бы это? Ну, потому что умные всегда придумывают всякие подлости социальные, которые плохо переносятся окружающим, то есть разрушают стабильные социальные структуры. Также раздражают кто? Агрессивные. Ну, их, значит, раньше в милицию, теперь в полицию или в специальные заведения. То есть в чем дело? То есть получается агрессивные с одной стороны, а с другой стороны умные. И те, и другие дестабилизируют любую социальную структуру. Именно поэтому каждый раз этих самых агрессивных и умных изгоняли. А это что? Умные, как правило, обладают мозгом покрупнее. У людей, у которых отмечена гениальность, мозг крупный в четыре раза встречается чаще, чем там, где гениальность отсутствует. Это исторический факт. То есть шансов того, что в большом мозге появятся какие-то особые способности, намного выше. Это не значит, что маленький мозг ни на что не способен. Вот недавно открыли памятник, ну, переставили коне знаменитому юристу. У него чуть больше килограмма был. Или Анатоль Франц. А с другой стороны Тургенев с двумя килограммами. Или Кромвель. То есть у нас получается, хорошая жизнь приводит к стабилизации. И мозг не увеличивается. Изгоняние умных и агрессивных приводит к миграции и началу новой адаптивной эпохи, которая увеличивала мозг. По этой причине, когда мы смотрим вот на эту картинку, мы понимаем с вами, что вот это вот миграция изгоев, которые спасали свою шкурку, чтобы не быть съеденными своим ближайшими родственниками. Таким образом, механизм эволюции, собственно говоря, на ранних этапах заключался в том, чтобы изгонять людей, которые дестабилизируют сообщество. Это и сейчас происходит. Агрессивных мы сажаем в тюрьму, а умным, как правило, перекрываем кислород, чтобы они что-нибудь не придумали, не того. Это вы знаете по себе все. Таким образом, полиморфизм является источником разрушения социальной структуры любого общества, и от них избавляются. И для социальной популяции важно и не иметь умных или агрессивных, а иметь понурых дураков, что, собственно говоря, мы с вами и наблюдаем. Значит, еще в большей степени разрушают, чем вот эти агрессивные люди, это одаренные. Ну, последствия вам понятны. Отсюда и цепочечные миграции, о которых я вам только что рассказывал. Что же произошло в конце всей этой эпической истории? В конце всей этой эпической истории появились очень похожие на нас люди, это кроманьонцы и неандертальцы. Ну, обычно неандертальцев так изображают, поодутловатей, такими немножко сгорбленными, что является неправдой, потому что неандертальцы были более мощными, это правда, но уж никак не идут ловатыми и глупыми. Дело в том, что там эволюция шла по двум разным путям после Эректуса. То есть, по неандертальцам и по сапиенсам. Ну, китайский и пекинский человек, они, как известно, были каннибалами, и ни одного целого черепа в Китае не найти. Они там все съедали, сейчас китайцы даже это признают, в конце концов. В чем дело, в чем разница между неандертальцем и кроманьонцем? Дело в том, что кроманьонцы жили большими социальными группами, шайками большими. Ну, понимаете, не очень умными, да не очень, но зато социально сплоченными, избавляющимися от самых сообразительных. А неандертальцы – малыми семейными группами, где индивидуальный интеллект играл ведущую роль. Поэтому многие вещи стараются не обсуждать и не говорить. Ну, например, для добывания огня неандертальцы использовали, сейчас уже найдено больше 20 случаев, использовали, например, соли марганца, которые понижают на 400 градусов воспламенение сухих там веток и прочего. До этого надо додуматься. И микролитическая техника быстрее всего возникла у неандертальцев. Сейчас исследование пещер в Испании показало, что у них такая же была наскальная живопись. И потом уже, заняв эти пещеры, сапиенсы вписывали в их там сетки и квадраты свои картинки. То есть отличий немного. Если мы обратимся, собственно говоря, к знаменитым находкам, сделанным под Владимиром, то там мы видим, очень любят это антропологи порассказывать, о том, что там вот, смотрите, 28 тысяч лет назад и негроид, и прямо, пожалуйста, вам у графинской физиономии и чисто европейской, мол, где разницы не было. Нет, есть. Современные генетические исследования показали, что это никакие не родственники, это просто места временной охоты, обитания, и генетически они различаются так же, как современные белые люди, негры, или у графинской популяции. Это всё есть, всё это доступно. То есть, иначе говоря, разница, скажем так, преуменьшалась, особенно в советской антропологии. А на Западе на это просто не обращали внимания, пока инструментов нет. Вот эти все орудия, они вообще найдены конкретно. Вот эти найдены непосредственно на Сахалине. Там полиолитические стоянки, и здесь исчисляются десятками тысяч, где была очень развитая культура, и никаких проблем интеллектуальных, ни с микролитической техникой, ни с какими вот этими отщипанными стрелами не было. Для того, чтобы сделать наконечник, нужно не беречь его, а нужно носить с собой такой нуклеус. И за 10 минут методом отщипывания делается новая стрела. То есть, иначе говоря, к моменту появления реальных сапиенсов современного типа мы имели две популяции. И вот у сапиенсов, значит, масса мозга, здесь возраст, здесь находки конкретные, от 1730 до 1090 грамм. Это сапиенсы. Примерно такую же картину дает и неандертальцы. Дело в том, что на заре всего этого разница была очень невелика, 1564-1547. Это не единичные находки. Это массовый материал, потому что даже по австралопитекам на сегодняшний день найдены десятки взрослых особей и достаточно много молодых детенышей, которые в том числе выкрылены из известняка. И этот материал весь опубликован, доступен. Так вот, начало у тех и других было примерно одинаково. Когда требования были очень высокие к мозгу, к человеческому, и надо было решать конкретные задачи, они решались на одинаковом материальном составе. То есть 1500 с копейками грамм для мозга – это очень много. У современных людей, напомню, 1320 – это в среднем по планете. То есть вот из этого гигантского объема и началась параллельная эволюция. Почему же сапиенсы уничтожили неандертальцев? Очень просто. У сапиенсов были большие популяции. Они физически уничтожили малые семейные группы неандертальцев, которые явно были поумнее, явно были предприимчивее, и мозг у них был более развит. Это произошло около 30 тысяч лет назад. И попытки нас убедить в том, что там была метисация, что мы имеем гены, значит, она, в общем-то, никчемная. Почему? Потому что метахондриальная ДНК, которую использовали для аргументации таких выводов, она на самом деле очень полиморфна. И внутри каждого человека метахондриальная ДНК в почках, в печени, в легких мозгах различается по геному во много раз. Поэтому это не критерии. В настоящее время такие критерии используют запрещено. А основная ДНК, не метахондриальная, а ядерная, она показывает, что максимум там 2-3%, причем быстрее всего, это просто общие корни, поскольку, извините, мы, мальчики, отличаются от шимпанзе мальчиков всего на 1% генов, а от девочек на 2%. Так что это, кстати говоря, с точки зрения эволюции, не критерий, потому что в генах никакой формы мозга нет, а есть базовые события, клеточные пролиферации, дифференцировки, которые имеют косвенное отношение. В результате, вы видите, что произошло. Сапиенс, победивший всех на свете, уничтожив всех конкурентов, кто вымер сам, кому помогли, стал почему-то уменьшать свой мозг в размерах. Конкуренция исчезла. И здесь очень важный момент. Вот европейские материалы на эту тему, они показывают, что с 1462 граммов, это средняя величина, еще подчеркиваю, опустилась до 1300. Почему? Европа маленькая, полторы тысячи лет только последних, интенсивного отбора, они, собственно говоря, и привели к тому, что мозг сначала увеличился, это правда, достиг своего апогея по 30 тысяч лет назад, а потом стал уменьшаться. В чем дело? Ценность людей стала измеряться не их интеллектуальными возможностями, а тем, что они могут делать в сообществе. То есть, насколько они себя ведут адаптивно. То есть, вы же знаете по своем личном опыте, что те, кто хорошо слушает начальство, учителей и прочее, тот имеет преимущество. А те, кто спорит, скандалит и безобразничает, преимуществ таких не имеет. То есть, социальные подлизы и адаптанты, они имеют большие преимущества. Вам это не нравится, но это дает результаты. То же самое происходило и 30 тысяч лет назад. И, естественно, в Европе, в которой очень плотное население, кто выживал? Крестовые походы – это о чем? Это внутри Европы же, их сначала несколько столетий проводили, а только потом на Ближний Восток пошли. Кто не сдавал деньги? А кто выживал в этих крестовых походах и массовом уничтожении? До 80% населения, кстати говоря. Кто выживал? А выживал тот, кто лучше всего сообщит той же самой святой инквизиции, у кого деньги, кто вредит, кто потом воспользуется этими землями, деньгами и всем остальным. То есть, развивалось в Европе, шел интенсивный эволюционный отбор по механизмам развития предательства, подлости, лицемерии и всего остального. Поэтому в религиозном плане там сейчас такая печальная картина. Но аналогичное было очень сильно развитое в Китае, но Китай – это отдельная история, поскольку там уничтожение населения в качестве искусственного отбора или церебрального сортинга достигало 30%. Никто никогда таких масштабов самоуничтожения, как в Китае и в окрестных странах, не проводил. Поэтому и результат соответствующий. Творческие личности, их надо беречь и выращивать. Чем больше полиморфизма, тем больше шансов того, что у вас появится талант или гений. Чем меньше полиморфизм, тем, соответственно, однородней популяции ими хорошо управлять, как в Европе, например. Но зато с гениальностью большие проблемы. Секрет весь находится в соотношении структур мозга. Потому что, если мы посмотрим на Гамадрила или на Орангутана, то вы увидите, что, например, у человека здесь тоже все те же самые поля есть, только они маленькие. И у нас вот эта вот картинка весёленькая на самом деле представляет собой нанесённые на поверхность мозга специализированные поля, которые занимаются тем, что, например, здесь слух, здесь зрение, здесь двигательная координация, здесь сенсомоторная, здесь как раз центры письма, здесь горячо любимые центры речи. Только не надо думать, что вы говорите с помощью зонбрака. Артикуляцией управляете, да, но мышление находится вот здесь. На самом деле около 10% лобной области занимаются, собственно говоря, интеллектом. Но если мы посмотрим на обезьянок, только окажется, что вот здесь вот у нас горилла, а здесь человек. Да и вот посмотрите на ключевые человеческие, 46-е поле сравните, и десяточку. Понятно, что здесь разница в десятки раз. То есть сорокократные различия по чисто человеческим полям. поэтому никакого равенства с обезьянами нет и быть не может. Таким образом, эволюция мозга шла не только по размерам, не только по цитоархитектонике, то есть упаковке нейронов в коре, но и по вот этим полям, которые являются источником для внутривидовой конкуренции. Таким образом, если посмотреть на эту картину, то окажется, что каждый раз эволюционный отбор шел очень интересным способом. Люди для того, чтобы решать в популяции свои проблемы, отбирали тех, кто больше всего нужен. Приведу пример. Я люблю этот пример, потому что Петр Первый стал приглашать западных инженеров, навигаторов. Не потому, что проблемы были какие-то в России. Нет, он набрал сначала боярских детей и отправил их учиться. И выяснилось, что освоить арифметику может только 2%. Отбора не было. Оказалось, что богатые бояре могли хорошо тратить родительские деньги, ну и размножаться. Все. А для интеллектуальной деятельности они были мало приспособлены. И Петр так и не решил эту проблему. Приглашал иностранцев. Только Екатерина, отменив все иерархические системы, то есть сказав, что можно набирать в навигаторские арифметические школы всех подряд и потом им давать личное дворянство, решила проблему. И сразу в России появилась полноценная армия. То есть отбор шел по определенным способностям, в которых вот эта вот картинка является одной из ключевых. То есть поскольку вот эти поля у разных людей могут различаться в 3-5 раз, а по некоторым подполям и в 40 раз. Но и это еще не все, к сожалению, потому что сейчас к этому придем, потому что эти самые поля и подполя, различаясь в десятки раз, определяют функции человеческого мозга. При этом в мозге человеческом некоторые подполя у одного человека могут быть, а у другого могут не быть. Ну, пример, я всегда привожу Маяковского, у которого в 47 поле было подполе, которое больше ни одного человека не нашли. Ну, и там много других. У меня есть такая книжка «Изменчивость и гениальность», там можно об этом почитать. То есть между нами не только количественные, многократные различия по мозгу, но и качественные. То есть внутри популяции людей индивидуальные особенности мозга могут доходить до того, что разница между нами будет больше, чем между видами в животном, в живой природе. То есть таким образом попытки договориться, когда мозг конструкционно отличается ни к чему и никогда не приведут, эта проблема так не решается. Поэтому, собственно говоря, мозг, используя вот эти механизмы отбора, он и стал основой самоорганизации. в чём дело? Вопрос только в одном, в перераспределении энергии. Вот здесь картинки, которые показывают с левой стороны то, как происходит в иерархической системе императорского типа. А чем дольше она существует, тем больше возникают боковых источников энергии. Никакая обезьяна никогда в жизни выполнять вертикальные обязательства, то есть между вышестоящей системой ими не будет. Она будет всегда пытаться создать боковые источники энергии, которые разрушают систему. Поэтому все попытки структурализировать человечество принудительно с помощью полицейских, специальных служб и прочее прочее ничему не дают, потому что энергии надо на это затративать очень много и когда баланс нарушается возникают социальные конфликты по отбору. Кто же отбирается? Посмотрим на XIX век. Как идет такой быстрый человеческий отбор? Почему? Потому что за 4,5 миллиона лет всего-навсего наш мозг увеличился в 4 раза. А животные любой группы, какой бы вы ни взяли, от динозаров и птиц кончаем ликопитающими, на все то же самое требуется десятки и сотни миллионов лет. А мы быстренько это сделали. В чем дело? Потому что мы являемся и кроликами подопытными, и мы же отбираем по свойствам. Например, в начале XIX века начало развиваться инженерное искусство. И что, к чему это привело, это инженерное искусство? О том, что оказалось очень мало людей, способных завыполнять инженерные функции. То есть инженеров оказалось воспитывать невозможно. Даже в нашей стране ничего не получалось, несмотря на гигантское разнообразие вариантов конструкции мозга. Трудно было отбирать, но можно. Их стали отбирать с 20-х годов XIX века. И к концу XIX века их уже вырастили три поколения, отобранных почему? По особенностям конструкции мозга. Никто же их по деньгам не отбирал. Способных детей отбирали, создавали условия, воспитывали, они становились инженерами, строили железные дороги, пароходы, все остальное. Их платили хорошо, они размножались, и популяция, несмотря на то, что наследование очень слабо, передают. Тем не менее, такой церебральный сортинг интенсивный привел к тому, что к концу XIX века что произошло во всем мире? Смена социальной структуры общества. То есть аристократия, которая не обладала ничем, кроме землевладения и денег, была заменена во всем мире. Это называется у коммунистов буржуазная революция. Ну, у нас то же самое. Посмотрите, кто вокруг Ленина стоит. Одни инженеры. Именно благодаря смене людей во власти, которых заменили те, кто пришел с конструкции мозга, способные воспринимать инженерное искусство, и был прогресс в нашей стране. В космос полетели, и все остальное. при этом каждого человека, если уж касаться лично каждого, наш неокортекс, тот самый, о котором мы думаем, покрытый бороздами и извильными, он всячески сопротивляется любой деятельности, поэтому даже самый умный потенциально может оказаться полным дураком и наоборот, потому что только через самореализацию, через труд он может достичь неких результатов. Каких именно? Значит, рассуточная система составляет у нас около 80% нашего мозга. Это то, чем вы думаете, что делать категорически не хочется. А биологические системы, в основе которых лежат биологические сообщества, там лимбическая система всего 10%. Это набор хотелок, половые центры, эмоциональный, гормональный контроль, инстинкты. Это когда ребенок кричит я хочу, значит, надо драть, что же делать. А потому что осмысленное поведение рождается только в коре. Кстати говоря, оно начинает появляться только после 8-9 лет. Поэтому пытаться что-то добиться от детей до этого возраста это уже болезненность родителей, а не детей. Они тут ни при чем, у них еще субстрата нет, которым можно думать. И проблема заключается в том, что мощная большая кора очень много потребляет энергии. наш организм потребляет до 25% энергии, мозг, если начинает думать, 25% от всего организма. Это очень много. Поэтому организм всеми способами сопротивляется этому делу. А если он начинает вести как обезьянка, то есть за счет хотелок, то есть лимбическая система, которой всего 10%, то расходов мало. Ну что получается? Для того, чтобы думать, надо очень много затрачивать мозгом, что мозг делать категорически не хочет. Отсюда лень детская. Отсюда все эти проблемы, которые связаны с образованием и воспитанием, заставить себя многие вообще ничему не могут. А причина это скрыта в самом мозге. Для того, чтобы экономить энергию, мозг, особенно детей, вырабатывает большое количество специфических веществ, которые вам широко известны. Во-первых, каннабиоиды эндогенные, а у детей еще много и опиоидов. Поэтому дети, как только снижают свою рассудочную деятельность, тут же получают каннабиоиды и опиоиды. Ну и кто из детей откажется от пары косичков? Нет, не откажутся. Поэтому заставить их что-то делать почти невозможно. И человек, который, например, ему предлагают зарабатывать деньги, а он их предпочитает воровать, конечно, потому что он еще все время находится под наркозом. То же самое привлекательность самых ортодоксальных и, скажем так, сомнительных социальных религий. В чем дело? Если вы живете по инструкции не напрягая на кортекс, тот самый с бороздами извильными, вы спокойненько получаете свою дозу каннабиоидов. Если вы имитируете интеллектуальную деятельность, а не занимаетесь, вы получаете, снижаете энергетические расходы, и сразу же вам эндогенные каннабиоиды, ну просто при половом созревании, опиоиды начинают вырабатываться в меньшей степени. Поэтому справиться и заставить себя интеллектуально что-то делать очень сложно. И это настоящий подвиг, если кто-то чему-то выучивается и потом вынужден учиться всю жизнь. Не из-за того, что он дурак такой. Нет. Не из-за того, что у него родители плохие. Просто биологические механизмы управления поведением в нашем мозге, они очень сильны и подкреплены к тому же химическими различными специальными веществами, которые блокируют любую интеллектуальную деятельность. Это печальная история, что приводит собственно говоря к тому, что людей так или иначе, если их впустить на волю, они это к замене рассудочной системы. Потому что мозг наш не понимает, зачем нужно обезличенное поведение в социальной структуре общества. Он не понимает, почему социальный сортинг в обществе идет негативного типа по пищеварительному принципу, и поэтому начальники как правило становятся наиболее биологизированными особями, а другие туда не попадают. И к тому же зачем затрачиваться, платить налоги и прочее, прочее, потому что они же явно идут не туда. А в противовес вешается, например, теми же разбойниками и террористами, вешается биологическая система, которая, да, ведет к быстрому эволюционному прогрессу, но она ничего не создаст, потому что, рискуя погибнуть в эволюционных катастрофах, они зато оказываются в системе вне сложившейся социальной структуры церебрального сортинга. сложной, тяжелой, а тут ее нет. Ну и простейшая инстинктивная система гарантирует некий личный социальный прогресс. В результате и религиозные, и террористические всякие организации очень эффективны, и противоставлять им что-то рассудочно очень сложно. Но кому было интересно, можете почитать возникновение мозга человека в двух томах, а тех, кого заинтересовал, что происходило с человечеством не по законам марксизма-ленинизма, а по механизмам отпора головного мозга, может посмотреть церебральный сортинг. На этом я благодарю вас за внимание. Картинкой завершаю торжества человечества в 21 веке.